КОНЕЦ Он просто творил Адама из ничего. Он вдохнул в его лицо дыхание жизни. Бог создал человека особым образом, не как весь остальной мир. Раньше Он повелевал и говорил в воде, да произведет. Потом говорил земле, да произведет земля души живую, присмыкающуюся и животных. При сотворении человека Господь произносит совершенно другие слова. Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдумал в лицо его дыхание жизни. И стал человек душою живою. То есть человек это тот, кто создан по образу и подобию самого Бога. В каждом из нас Господь вложил что-то неповторимое, удивительное и прекрасное. Такое, что выделяет нас от других и радует нашего Создателя. И это неповторимое и хорошее есть абсолютно у всех, с кем мы встречаемся в жизни и кто нас окружает. Но часто бывает, что вместо того, чтобы искать и найти в людях это хорошее, мы поступаем ровно наоборот. Ищем, высматриваем, что в них есть плохого. И самое страшное, что когда так поступаем, теряем и этих людей, и возможное доброе отношение с ними, и себя, и Бога. Потому что отвергая эту неповторимость, уникальность созданий Божих, бесконечно дорогих Творцу, мы словно говорим Ему. Знаешь, как Творец, ты, ну, не обижайся только, ты не очень. Вон сколько в твоих созданиях изъянов. Они вам вообще не нравятся. Если честно, мы только себя дорогих любим. От такого отношения наша собственная, прекрасно неповторимая, что было бы радостью для других и сокровищем для нас, блекнет и исчезает, как родниковая вода в грязном мутном потоке. Люди смотрят на нас и вместо сверкающего бриллианта видят дешевую подделку с китайского рынка. Ты всеми силами пытаешься доказать, что ты не подделка, ты настоящий, хороший. А люди пожимают плечами и стараются поскорее от тебя избавиться, потому что прекрасно видят, что ты за супчик. Чтобы себя вернуть того настоящего, с которым когда-то людям было хорошо и себе спокойно, может помочь вера. Ты бежишь к Богу, плачешь, размазывая слезы и рассказываешь, что с тобой никто больше водиться не желает, а Он утешает, успокаивает тебя. Через таинство, покаяние, причастие снова оживляет в твоей душе то, что было неповторимого и хорошего. И ты снова, как капля росы на цветке после дождя, сверкаешь на солнце драгоценным бриллиантом, над которым, замерев от восторга, смеются и склоняются дети. Такие дела.